В парке Наташинские пруды для учеников гимназии номер 24 прошел открытый урок «Осторожно, тонкий лед». Спасатели из Всероссийского общества спасения на водах наглядно продемонстрировали оказание помощи людям, провалившимся под лед. Подробнее в нашем сюжете. Сколько жар вам может оказать помощь. И с помощью этого предмета вы сможете вытащить человека из проруби. Тонкий лед таит в себе смертельную опасность. Его жертвами часто становятся дети. Важно помнить правила поведения у водоемов во время оттепеля. Открытый урок «Осторожно, тонкий лед» в гимназии номер 24 проходит ежегодно. Сегодня в нем приняло участие 110 детей. Это ученики 5, 6 и 7 классов. Часто выходят на улицу без взрослых. У нас школа расположена как раз рядом с прудом. И эта акция важна, потому что ребята будут понимать, как правильно вести себя на льду. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Такому принципу придерживается Всероссийское общество спасания на водах. Спасатели показывают на практике, как безопасно выбраться из воды. Среди них 13-летний Матвей Шумак. Молодой человек служит примером для своих сверстников. Я учусь быть спасателем и дайвером. Умею уже спасать человека, оказать ему первую помощь и спасти из воды. Я учусь, чтобы помочь в 100% варианте. Любой желающий с 10 лет может начать обучение в школе юного васводовца. Всероссийскому обществу спасания на водах в этом году исполняется 150 лет. Сложник у нас главный – это не одной жертве в воде. Наша организация – это добровольное общество, которое включает в себя, прежде всего, людей неравнодушных, потому что мы работаем как добровольцы, как волонтеры. Труд спасателей не прошел даром. Дети хорошо запомнили основные правила поведения у водоемов. Нельзя бегать по льду, нельзя заходить в кусты на льду, нельзя вставать на лед, который другого света. Если видишь человека, который тонет, надо обязательно оказать помощь. И номер службы, который помогает – 112. Теперь ребята знают, как выбраться из воды, но лучше этого не допускать. Рыхлый весенний лед толщиной менее 10 сантиметров очень опасен. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.